приветствую вас на своем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя и в этом видео вяжем вот такой вот узор номер 221 из большой книги японских узоров от автора хитоми шида вяжется очень просто покажу как вязать его поворотными рядами и расскажу как вязать его при вязании в круговую раппорт узора состоит из 8 петель и 8 рядов здесь на спицы я набрала ровно три раппорта плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные и того 28 петель и давайте приступим первый ряд кромочные 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых и так до конца ряда в конце ряда последний раппорт 6 петель для симметрии те что набирали 2 изнаночные и кромочные 2 ряд 2 ряд и все четные ряды вяжутся просто по рисунку кромочные снимаем не провязывая 2 лицевые дальше тут 6 изнаночных вяжем по рисунку 6 изнаночных четные ряды показывать больше не буду они просто вяжутся по рисунку 3 ряд в третьем виду нам потребуется дополнительная спица вяжем кромочные 2 изнаночные дальше вставляем перед работой снимаем 2 петли на дополнительную спицу оставляем их за работой дальше вяжем 2 петли по рисунку провисали после них 2 петли с дополнительной спицы тоже по рисунку 3 лицевые дальше 2 лицевые и все повторяется 2 изнаночные 2 петли на дополнительную спицу оставляем за работой дальше 2 петли по рисунку за ними 2 петли с дополнительной спицы снова 2 петли лицевые и все повторяется до конца ряда 3 ряд вяжем до конца дальше самостоятельно четвертый ряд возвращаемся встретимся в пятом ряду так 5 и 6 ряд вяжем просто по рисунку кромочные 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные кромочные и и возвращаемся обратно 6 ряд тоже вяжем по рисунку и встретимся с вами в седьмом ряду так 7 ряд кромочные 2 изнаночные дальше 2 лицевые берем дополнительную спицу 2 петли снимаем на дополнительную спицу оставляем в этот раз уже перед работой дальше 2 лицевые и после нет 2 лицевые с дополнительной спицы и снова все повторяем 2 изнаночные 2 лицевые 2 петли на дополнительную спицу оставляем перед работой 2 лицевые 2 петли из дополнительной спицы так мы продолжаем до конца ряда это 7 ряд узора дальше вяжем самостоятельно до конца 8 ряд возвращаемся это четный ряд и дальше все повторяется вот так вот легко и просто он вяжется поворотными рядами для того чтобы связать этот узор в круговую необходимо все нечетные ряды вяжутся точно так же как и здесь отчетные ряды вяжем просто по рисунку вот и все на этом все надеюсь мое видео вам было полезным ставьте класс подписывайтесь на мой канал всем пока пока